Ситуация по коронавирусной инфекции в республике остается стабильной. Сдерживать рост заболеваемости среди населения удается благодаря прививочной кампании и вовремя принятых ограничительных мер, отмечают представители регионального распотребнадзора и Минздрава. Последние пару месяцев по темпу вакцинации Калмыкия занимала лидирующие позиции среди других регионов страны. За сутки количество привитых достигало до 1200 человек. Сейчас же показатели снизились почти вдвое. Эпидемиологи заверяют расслабляться рано. Ковиду в осенне-зимний период добавили сезонный грипп и ОРВИ, что в разы увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. С подробностями Светлана Аджиева. С начала пандемии на территории Калмыкии зарегистрировано 33 298 случаев новой коронавирусной инфекции. Благодаря вакцинации и своевременно принятым ограничительным мерам сейчас суточный прирост заболевших составляет примерно от 25 до 30 человек. Это в разы ниже, чем год назад. Но для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составил не менее 60-70%. Мы не приблизимся к нулевым показателям, пока не будет сформирована иммунная прослойка. Тем, кто еще не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас, отметил главный санитарный врач Джанго Санджиев. На сегодняшний день я вижу неудовлетворительное исполнение этого постановления в сфере бизнеса. Сфера услуг у нас привита всего лишь на 47%. Что касается госслужащих и бюджетников, меня радуют цифры, тут от 78 до 100% бюджетники привиты. Поэтому будем сейчас у нас, конец ноября, начало декабря, мы уделим внимание в плане контроля исполнения постановления в отношении органов власти, местного самоуправления, бюджетников и крупных работодателей. Что касается бизнеса, до него уроки дойдут у нас только в первой половине декабря, но тут будут штрафы намного жестче, потому что та сфера услуг, те группы риска, которые указаны в постановлении, они наиболее, так сказать, в группе риска присутствуют, где больше всего контактов с населением, с клиентами, с покупателями. Поэтому там будет надзор намного более жестче. Расслабляться пока рано. Коронавирус коварен. Мало того, что он может протекать бессимптомно, так еще и оставлять после себя массу последствий. Большинство тех, кто находится в тяжелом состоянии в инфекционных госпиталях республики и подключены к аппарату ИВЛ, не привиты. На сегодняшний день коечный фонд насчитывает 660 мест, из них 48 реанимационных с подключением поточного кислорода. Занято 410, свободно 250 койко-мест. Во всех медицинских учреждениях врачи, не сбавляя темпов, как и прежде, ведут круглосуточные дежурства на своих постах. Благодаря поддержке главы республики Батухасикова и правительства региона заключены контракты по закупке лекарственных препаратов. А в ближайшее время заработает станция по производству кислорода. Во-первых, как уже говорили, у нас поставлено 100 единиц прикроватных концентраторов кислородных. У нас, к сожалению, в республике нет собственного производства кислорода. Но мы не одни такие в стране. Во многих регионах нет собственного производства кислорода. Сейчас заключен контракт на поставку большого кислородного концентратора, станции кислородные в республиканскую больницу. Все это позволит полностью обеспечить наших тяжелых больных ковидных постоянным поточным, высокопоточным кислородом. Значит, в настоящий момент заключены и заключаются контракты на поставку лекарственных препаратов, которые у нас используются при лечении ковида на амбулаторном стационарном этапах. Поэтому я надеюсь, что к следующей волне мы будем готовы. Не секрет, что с приходом осеннего похолодания закономерно растет количество острых респираторных вирусных инфекций. Небывалый рост обращений как среди взрослого, так и детского населения был зафиксирован в эти дни во всех лечебных учреждениях республики. Причинами такого скачка заболеваемости стали несвоевременные вакцинации населения от гриппа, незаблюдение мер профилактики, а также специалисты не исключают ввоз интеравируса из других регионов. У пациентов с явными клиническими проявлениями были взяты анализы, по результатам которых можно будет уже делать выводы, отметил Джангра Санджиев. Те требования, которые на сегодня введены для профилактики коронавирусной инфекции, это температурный контроль, это маски, это недопущение к учебе детей с катаральными явлениями, это дезинфекция, это санитайзеры, проветрение. Это говорит о том, что в тех учреждениях, где идет заболеваемость, в первую очередь в детских образовательных, не соблюдается требование. Поэтому на сегодняшний день к тем школам, которые будут не соблюдать эти требования, мы будем принимать самые жесткие меры. Нам не хватало еще интервируса присоединиться к коронавирусу. По городу Элисте видели за прошлую неделю на 10% выше эпидемического порога рост заболеваемости УРВИ среди детей 7-14 лет. Вот это, скорее всего, были признаки, предвестники вот этого подъема. Это только по Элисте, в районах мы такое не видим. И по взрослым мы видим превышение на 25%. Что касается закрытых классов и групп, у нас за прошедшую неделю 21 класс закрыт по ковиду, 14 по УРВИ. По детским садам у нас всего лишь две группы закрытые. Вот эти данные говорят о том, что на сегодняшний день имеется завоз все-таки антеровирусной инфекции в городе Элисту. По прогнозам врачей и эпидемиологов, в зимние месяцы республику ждет новая волна коронавируса. А возросшее количество болеющих сезонными простудными заболеваниями только усугубит ситуацию. Избежать очередного всплеска инфицированных поможет лишь в вакцинации и соблюдении необходимых мер профилактики. Светлана Джей, Владимир Суглинов, информационная программа «День республики». Продолжение следует...